В чём сила, брат? Я считаю, что у русских людей сила в Боге. И это очень важная такая вещь, потому что всё остальное уходит на второй или третий план. А я считаю, нет. Я считаю, что в правде. У нас чувство справедливости воспалено у русского человека. А почему? Потому что где заканчивается любовь, там начинается справедливость. Потому что ты никогда не найдёшь справедливость. Для одного будет это одна, для другого – другая. И в поисках этого ты, как заблудившийся человек, не найдёшь себя никогда. И на это и расчёт. Почему? Потому что это человеческие пороки, которые ты, собственно говоря, вынужден у них находиться. А у нас большинство находится в таком состоянии. Больше того, справедливость, оно не торжественное слово – несправедливость. Я считаю, что плохо у нас в обществе сейчас – это не отсутствие справедливости. Это действительно субъективно. А это наличие большой несправедливости. Они разные природы, этих явлений. Если говорить о том, с чем мы боремся, мы боремся с несправедливостью. Чем за справедливость. Это очень важная вещь, потому что наши социсследования показывают, что 86% населения, в том числе чиновники, когда я был полномочником, специально провели такое исследование, считают, что в обществе есть социальная несправедливость. То есть сами же её формируют и сами же считают, что она есть. Ну, от рядового чиновника мало что зависит. Да ладно. Я вам расскажу массу примеров, когда люди вставали принципиально, в том числе и в моей работе, и отстаивали интересы людей. И это просто позиция. Когда человек заявляет, от меня мало что зависит, он убирает себе ответственность. Сейчас в тренд, я не знаю, ты сейчас либо согласишься, либо опровернешь это, что сейчас проще чиновнику ничего не делать и получить по шапке, чем сделать и получить по шапке. Да и то, и то сейчас неприятно. Сейчас тренд, он закончится где-то через 2-3 года, когда дойдут до посадки простых чиновников. А к этому всё идёт, потому что никакой глава поселения не может оформить бюджет, не нарушая его. Так сформировались правила. Правила такие, да, что тебе сбрасывают, ты вроде бы там и ни при чём, как глава поселения. А тебе говорят, подпиши акты выполненных работ, вот мы тебе с района перечислили деньги. Он говорит, да этих работ нету, он говорит, ну тогда возвращай деньги. Он говорит, а как, это ваша компания пришла? Он говорит, ну да, подписывай акт. Ладно, Алексей, вернёмся. И поэтому чиновниками скоро не будет тренда. Будут просто посадки и только правоохранители остаются. Алексей, мы затронули тему Михаила Валерьевича Юревича. У тебя с ним есть какие-то сейчас взаимоотношения? Вы звоните друг другу, поздравляете с праздниками, может быть, обменивайтесь мнениями? Поддерживаешь связь? Просто ты как-то в своём блоге на Фейсбуке сказал, что вот мой друг, теперь вынужден жить в Лондоне. Это было давно, а по большому счёту сейчас никакой связи уже нет. Я думаю, что у Михаила Валерьевича абсолютно сейчас свои задачи. Он строит мировую компанию. Она у него и так была пятая по миру, по производству макарон. И первая в России. Я думаю, что просто у него офис сейчас так сформирован для создания международной компании. Ему, чем дальше ты живёшь, тем меньше тебе каких-то взаимоотношений с областью. Я, кстати, это заметил. Вот живя в год в Москве, ты всё равно, ну да, люди обращаются, ты там куда-то запросы делаешь, ещё что-то. Но это факультативно уже получается, непрофессионально. И многие говорят, а как же, вот выборы там, ты будешь в этом участвовать в районных советах, а ты уже об этом не думаешь. Я думаю, что у Михаила Валерьевича абсолютно такая же ситуация, только он ещё дальше. Ну, вы с ним вообще сейчас не поддерживаете взаимоотношения? Вообще не поддерживаю. А были ли вы с ним друзьями, пока он здесь находился в регионе? Многие не знают, я бы не сказал, что друзьями. Да, можно назвать соратниками по конкретным делам. Но иногда выходило так, что я шёл к Михаилу Валерьевичу, меня останавливало два вице-губернатора и говорило Алексею только, не ссорься с ним, не говори ничего плохого. Это на целый день скажется на наших взаимоотношениях. Но когда касалось вещей, там, пострадавших на маяке, он не поддерживал эту тему, считал, что там атомная индустрия должна быть там впереди, и проблемы людей, которые, собственно, сами их могут решать, их не стоит решать. И это была принципиальная позиция, я с ним дискутировал долго на эту тему, но всё-таки он в итоге соглашался со мной, какие-то письма подписывали, пытались продвинуть эту тему. То же самое было и по одному общежитию, где РЖД продала общежитие вместе с людьми. И 26 семей оказалось на улице, там был в этой сделке замешан его заместитель, и если изначально он там на меня очень бурно реагировал по этому поводу, то потом согласился с точкой зрения, что это касается людей, и вопрос надо решить. Вот с этой точки зрения сложных эмоциональных переговоров, назовём это в кавычках, и подавления. Мне кажется, у него вообще не было друзей, вот таких вот, чтобы друзья, а в политике или во власти, может личные какие-то. Мне кажется, на таком уровне, в принципе, это ты обречён на одиночество практически. Ну почему, а Владимир Владимирович, мне кажется, он сделал другую концепцию, поэтому он лидер. Мне кажется, он тоже очень одинокий человек. Мне кажется, вот всякие кооперативы там есть какие-то. Ну понятно, ты имеешь в виду озеро. Ну не знаю, какие-то есть. Хорошо, вернёмся к выборам. Алексей, вот тебе пришлось собирать подписи муниципальных, даже правильных депутатов по всей области. Много ли из этих депутатов состоят в партии «Единая Россия»? Да, многие, конечно. Ни для кого не секрет, и что тут лукают. Я пошёл от федеральной партии только по причине того, что она занималась сбором подписи для меня. И, видимо, там есть какие-то в Москве административные рычаги, чтобы могли здесь надавить на местную команду. И я вот так удачно собрал подписи. Если вы видите, то я не знаю, что будет дальше с гражданской силой, но практически по всем регионам зарегистрированы кандидаты. Я думаю, что эта партия готовится как минимум к Государственную Думу. Все сейчас к партии, мне кажется, готовятся к Государственную Думу. Но не все набирают подписи. Нам Титов сюда приезжал. Он набрал подпись. Какую-то ерунду нёс со сцены. Почему ерунду? Ну, я вот вообще на самом деле... Узкая партия предпринимателей, извини, Максим, что я перебиваю, у нас у каждого будет нестись ерунда, если ты работаешь всё равно в администрации. Тебе задали тренды и говорят, вот за эти рамки не выходи. Люди искренности не чувствуют. У людей от этого опускаются руки, они чувствуют безнадёгу. Ну, а правильно, а как ты хотел? Это же искусственное сформированное политическое поле, контролируемое ткани, которого контролируются абсолютно все администрации президента. Это не скрывается, и люди к этому относятся по-разному. Вот я бы не сказал, что это плохо, потому что неконтролируемое поле, оно может привести к неконтролируемым действиям. Другое дело, что я абсолютно соглашусь, что нету смен элит, и для этого нужны специальные инструменты. Но вот смотрите, что делает Кириенко, объявляет конкурсы, и в принципе какие-то вещи там начинают проходить. Да мне кажется, это фикция. Ну почему фикция? Ну я видел некоторых участников, которые победили в этом конкурсе. Я уж не говорю о том, там, заме ректора университета, которого потом поймали на взятки какой-то колоссальной. Я видел людей, которые там в Кудринской тусовке, которые побеждали в этом конкурсе, но их откровенно говоря тянули. То есть я не верю в данный конкурс. Но сами попытки интересны. То есть они пытаются выстроить какие-то лифты, но эти лифты, они единичные, они не носят системного характера. Системно. Давайте всегда с другой стороны. Вот что мне, допустим, надо, как молодому человеку, если я нет в политике? Мне надо свободно зарабатывать возможность, достойную, если я работаю за зарплату, достойную зарплату, жилье, машину и содержание детей. А повышение квалификации, а личностный рост? Вот я тебе говорю. А это где? Это когда приходит по маслу, уже ты сейчас разбираешь, когда у тебя уже есть деньги, есть жена, есть семья, есть бутерброд. И можно начинать заниматься собой. И можно заниматься. А когда, вот поверь мне, я в определенный момент так низко, так сказать, ушел на дно, что у тебя на семью-то не хватает денег содержать. И ты очень быстро теряешь все квалификации. Человек, который не был на дне, никогда не сможет высоко подняться.